Библиотека Жернакова представляет Громкое чтение рассказа Марины Дружининой Очень полезный подарок Марина Дружинина – это современная детская писательница В настоящее время Марина Дружинина – автор более ста книг Это сборники рассказов для детей младшего и среднего школьного возраста Стихи для самых маленьких Обучающая литература в стихотворной и игровой форме для подготовки детей к школе Например, в нашей библиотеке для самых маленьких читателей Есть вот такая вот книга «Лягушки на опушке» Стихи о животных Стихи о маленьких ребятах Очень нравятся нашим юным читателям Держать книгу очень приятно в руках Она выполнена в очень удобной для малышей форме Следующая книга для ребят постарше Шесть интересных рассказов Разбавят досуг детей И расскажут о многих интересных фактах А вот в этом сборнике рассказов Марина Дружинина Я нашла очень интересный рассказ Познавательный Думчивый Я хочу вам его сейчас прочитать А вы, ребята, подумайте над этим рассказом получше Какой вывод можно сделать, когда вы прочитаете этот рассказ? Что хотела Марина Дружинина донести своим юным читателям? Итак, я начинаю читать Рассказ называется «Очень полезный подарок» Дедушке на день рождения Мы с мамой подарили мобильный телефон «Спасибо огромное!» Воскликнул дедушка «Только я не очень понимаю Зачем он мне нужен? Ведь я редко куда-нибудь уезжаю Мне вполне достаточно городского телефона» «Ну что ты! Это невероятно полезная вещь! Стали мы убеждать дедушку Представляешь, как здорово! Ты идёшь в магазин Или просто гуляешь И одновременно с нами разговариваешь С мобильником гораздо веселей Вот увидишь! Тогда ещё раз огромное спасибо! Дедушка вытащил из коробки инструкцию Буду осваивать это удивительное устройство Мы все вместе разобрались На какие кнопочки нужно нажимать Потом отпраздновали день рождения Попили чай с тортом И заторопились домой Хотя время было ещё не позднее И живём мы совсем рядом Пора готовиться к трудовым будням Вздохнула мама Завтра понедельник Звоните, заходите Дедушка поцеловал нас на прощание Обязательно Пообещали мы Не скучай Будни оказались трудовыми До чрезвычайности То одна контрольная То другая То одну контрольную требовалось переписать То другую А ещё нужно было И на компьютеры поиграть И в кино с друзьями сходить В общем, не удалось мне к дедушке забежать И позвонить тоже Зато в субботу мы с мамой пошли его проведать Дедушка, как всегда, нам очень обрадовался Усадил пить чай с вареньем Ну как тебе с мобильником? Веселее? Поинтересовался я Гораздо Кивнул дед Он так весело тренькает Просто прелесть Мне очень понравилось Звонить с городского телефона На мобильный Или наоборот С мобильного на городской Приятно, когда в квартире Раздаётся телефонный звонок Как будто кто-то вспомнил обо мне Я всегда про тебя помню Мама кинулась к дедушке И обняла его Просто неделя была совершенно сумасшедшая Приходилось работать до поздна Конечно, можно было найти минутку Чтобы позвонить Прости меня Дедушка, я к тебе буду каждый день заходить Или звонить Я тоже вскочу Я тоже вскочил с места Честное слово Вот прямо сейчас и позвоню Я достал свой мобильник И набрал номер Дедушкин телефон Дедушкин телефон радостно заверещал Трень-терлень Трень-терлень Алло Дедушка взял трубку Тут раздался ещё один звонок Это мама со своего мобильника Позвонила на городской телефон Дедушка взял и эту трубку Алло, я слушаю вас Мы тебя очень любим Закричали мы с мамой Дедушки в оба уха Вот я и прочитала вам этот короткий Но очень поучительный рассказ Чему научил он вас, ребята? Задумайтесь А в нашей библиотеке Есть много других книг Этой замечательной писательницы А вот для вас и совет от самой писательницы Которую она дала В сборнике Классный выдался за денёк Ребята, я очень советую вам записывать забавные случаи Которые наверняка происходят с вами И с вашими друзьями Потому что, во-первых, когда вы подрастёте Вам будет интересно читать свои записи И вспоминать весёлые школьные годы А во-вторых, это вам пригодится Если надумаете стать писателями У вас могут получиться замечательные рассказы И я их с удовольствием почитаю Спасибо, ребята, за внимание Желаю вам приятного и интересного чтения Удачи! Продолжение следует...